25 лет тому назад Наталья Болотенкова связала свою жизнь с Видновской теплосетью и с тех пор ни разу не пожалела. Близкая дома, что позволяет больше времени проводить с семьей и уделять часы своему хобби, фотографии, дружный коллектив. Работу она считает очень интересной, а с появлением на предприятии компьютеризированной системы контроля интерес к процессу возрос. Начинала с лаборантства. Я была лаборантом, было интересно за водой наблюдать, интересно было анализы брать, какая вода. Ведь когда живешь в реальной жизни, даже не понимаешь, что вода бывает грязная, бывает чистая. Поэтому начинала с лаборантства, потом отучилась в газовом комбинате уже на оператора. Тепло, которым обеспечивает Видновчан Наталья и еще десятки работников теплосети, пожалуй, одно из важнейших благ современности. Тем более, что около шести месяцев в году в нашем регионе держится холода. Эти люди снабжают теплом и горячей водой почти все население города Видное. Десять лет назад была проведена реконструкция оборудования. Заменили все котлы и установили дополнительный, поменяли насосы. Но по мнению руководства теплосети, их работа была бы бесполезной, если бы не остальные структуры жилищно-коммунального хозяйства. В структуре ЖКХ вообще-то все службы, и теплосети, и водоканал, и электросеть, они занимают особое место. Они, в общем-то, взаимосвязаны. Так особо выделить кого-то, я думаю, что некорректно. Но что касается зимнего периода, естественно, теплоснабжение города имеет особое значение в зимний период. Потому что это комфорт в домах, тепло, горячая вода. Ну, естественно, если у нас в водопроводе не будет воды, и тепла не будет, если электроэнергии не будет, естественно, то есть это все взаимосвязано. И каждая из службы имеет свое особое значение в системе ЖКХ. Мы редко задумываемся, какой это нелегкий труд обеспечить нам комфортную жизнь. Все мы привыкли, что в квартирах тепло, а из кранов идет вода. Кстати, о воде. Ее поставкой населению занимается водоканал. И самый крупный водозаборный узел находится на проспекте Ленинского комсомола. Здесь расположены две артезианские скважины и три резервуара чистой воды. Качественная питьевая вода, которая течет у жителей дома из крана, это подается с помощью нашего предприятия. Важность нашего предприятия могу оценить, может быть, не самым первым, но одно из первых предприятий, которое жизненно важно для населения. Обеспечивать людей теплом и водой – это далеко не все функции ЖКХ. Здесь и электроснабжение, ремонт инженерных коммуникаций, благоустройство территории, утилизация и уборка мусора, капитальный и текущий ремонт зданий. В этой сфере трудятся тысячи жителей Ленинского района. И 19 марта они отмечают День работников жилищно-коммунального хозяйства. Коллеги желают друг другу, прежде всего, спокойной работы. Успешной работы, чтобы без всяких аварий у нас все было, все протекало хорошо, гладко, чтобы начальство наше было всегда всем довольное, чтобы не было ничего таких ЧП никаких. Многие встретят свой профессиональный праздник на рабочем месте, ведь чтобы вся эта система работала слаженно и без перебоев, нужен постоянный контроль. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видно этого.